короче говоря анекдот про маньяка маньяк в темноте в маске бежит за девушкой а девушка от него убегает она немножко в теле и девушка не выдерживает этой гонки падает начинает плакать он подбегает вокруг нее такой окривляется танцует и говорит с такой жопой тебе далеко не убежать девушка да 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 вот наш физрук в школе также говорил маньяк такой снимает маску и такой петрова ребят всем привет пожалуйста подпишитесь очень важно а еще здесь отправите скопируйте куда-нибудь да блин ну вот правда очень важно значит анекдот следующие мать и сын сынок приходит домой уставший жалуется мама я так устал у меня сегодня было четыре пары сынок ну ты сам выбрал быть свингером подборка анекдотов для врачей всем врачам привет короче говоря мужик на приеме у врача врач такой смотрит его анализы смотрит и говорит а вам сколько лет он такой ну как сколько 40 будет доктор такой вид не будет второй анекдот короче вакцинация же сейчас вакцинация у всех ну мужик у врача ну так будем делать вам вакцину оголите плечо тут такой можно не плечо можно в жопу доктор говорит да можно и в жопу но только позже короче еще один анекдот мужик такой приходит к врачу тут его анализы смотрит 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 я поздравляю вас он чем доктор в вас зарождается новая жизнь уже доктор как я же мужчина как такое может быть доктор знаете аглистам похер а не дот блин забыл анекдот надо это оставить вот потому что не думали что я прям такой реально забыл анекдот который хотел рассказать а вспомнил про гаишника короче мужик едет такой простой мужичок и останавливает его гаишник и как докопался до него тут у вас бардачки не то здесь у вас огнетушителя нет а вот учета просрочено короче мужика все нормально просто докопался в него бабла хочет или еще что-то и где-то минут 30 мужику этому тра-та-та-та-та-та-та мужик а пушик простой трезвый все нормально он тоже разозлился и говорит товарищ гаишник надо даже гаишник вот вы меня так достали если я вас сейчас мудаком обзову он годно что мне будет он год но во первых у вас штраф большой будет если вы меня назовете второе я могу вас недели на две закрыть за оскорбление вот при исполнении меня так хорошо а если я не обзову а только подумаю что вы мудак гаишник это но если вы только подумайте конечно вам ничего сделать не смогу уже готова гаишник я думаю что вы мудак короче ребята дай бог у вас на дорогах не гвоздя не жезла но вообще всякие хитрости с гаишниками нужны первое не бухайте и пристегивайтесь вот правда просто они же нормальные мужики тоже все понятно что-то мутят крутят но заметьте если в 90 даже двухтысячные я гаишнику бы фиг подошел то сейчас я вот могу даже становиться и поговорить ну чего-нибудь спросить там правда правда мне кажется сейчас ситуация с гаи изменилась напишите в комментариях кстати или все-таки берут по-прежнему они пока спят муж и жена звонит телефон муж подходит берет трубку на том конце провода говорят здравствуйте я начальник вашей жены как себя чувствует светлана сергеевна после вчерашнего корпоратива как она может себя чувствовать прекрасно себя чувствует она же у меня даже не пьет я вынуждена вас разочаровать пьет и водочку пьет и шампанское пьет и коньячок пьет да ну прекратите мне рассказывать она даже в рот не берет я вынужден разочаровать вас еще раз а не дот короче женщина приходит доктору это доктор помогите проблем что случилось меня муж не любит он как в каком смысле тут в этом самом нет у нас а то я вам помогу достает короче вот такую таблеточки такие фирменные год этой таблеточки малюсенькой вот она маленькую крохотинку четвертинку в неделю больше не надо он будет так вас любить вы офигеете она да да она приходит домой так и смотреть на эти таблеточки ну как это микро от еще таблеточки микро еще на неделю такая взяла и всю упаковку в суд приходит эта женщина на следующий день доктору вся в слезах он говорит что случилось разве не помогло помогло ну и она говорит ну как он пришел я продажу сразу пачку высыпала и он он съел тарелку супа сразу меня один раз а то то потом еще один а то то потом на люстре потом на телевизоре потом в кровати и потом перед смертью еще два раза ребят пожалуйста не экспериментируйте с вот такими таблетками никогда не стоит не стоит что теперь поделаешь семья большая мама папа несколько детей и одна доченька у них слепая ну вот ну вот так случилось слепая вот они значит как могут как могут за ней значит и ухаживают и лучшие вещи и лучшие блюда она все время недовольна все время и мало положили все время и не доедают все время вот она вот все недовольна мать уже не знает что делать приходит к психологу и говорит доктор ну что она все время недовольна скажите какое у нее самое любимое блюдо пельмени вот вы говорите варите ну всем как обычно а есть тазик прямо такой поставьте она общупает его поймет что вы ее любите что вы ее не обделяете что ей всегда всего вот прям ну что вот полная чаша и все и отстанет от вас мать так и сделала садятся они значит все за общий стол у всех там по 10 пельмешков у девочки тазик девочка садится представляю сколько вы сена хера и на как ты потом прозрела то скажи какая-то операция была или что у меня сейчас выбор стоит да либо затронуть значит национальную тему либо продолжить семейную ну давайте наверное семейную тему продолжим муж звонит в морг и говорит приезжайте пожалуйста мне кажется моя жена умерла с чего вы это взяли секс как обычно но посуда накапливается вот такая на лесопилке да сегодня анекдот от баклажана приветствует мой любимый друг веселый и удивительный вячеслав мясников актер шоу уральские пельмени и слава привет привет это канал и твой канал единственный канал который я смотрю вообще то есть телевизор у меня нет а канал на youtube смотрю только твой называется анекдот от баклажана анекдот от баклажана все помню название забываем 1 канал про анекдоты я их не знаю но я помню один единственный анекдот он детский он он веселый меня веселит каждый раз когда я вспоминаю значит для всех ограничения возрастного нет бабушка сидит на лавочке и мимо нее проезжает ее маленький внучок на велосипеде и кричит бабушка бабушка смотри я без зубов еду без зубов видимо да вот именно так без зубов а без зубов а ты просто мальчик с хорошей дикцией коротенькую песенку спой вот прям как припев для твоего канала для другого для моего конечно только для канала анекдот от баклажана 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 Анекдот от баклажан Анекдот от баклажана Анекдот от баклажана Анекдот от баклажана Анекдот от баклажана Спасибо с вам огромное Вячеслав Мясников Сегодня и всегда Спасибо за все За чувство юмора и удивительную улыбку Классный канал Баклажан, дядя Толя Баклажан, дядя Толя Баклажан, дядя Толя Баклажан